Хотя книга с претензией на бестселлер. Издатель заявил, такого количества предзаказов не было никогда. При тираже 500 тысяч, 100 тысяч экземпляров читатели заказали заранее. Нормальные люди, которые проводят какое-то время вместе с Дональдом Трампом, испытывают дискомфорт от того, что видят. Он запинается, бормочет, путается, легко отвлекается и регулярно испытывает проблемы с восприятием информации. Трамп — угроза для США. Это если лаконично сформулировать то самое предупреждение, которое анонимный автор размазал на 272 страницы. Эпитетов не жалел. В красках описал утро в Белом доме, когда Трамп садится за твиттер. Это похоже на то, как будто зайти в дом престарелых во время обеда и обнаружить своего дядю бегающим без штанов по двору и громко ругающимся из-за еды в столовой. А сотрудники пытаются поймать его. Он называет себя частью сопротивления внутри администрации. Утверждает, там таких много, просто другие боятся говорить. Про анонимного автора известно лишь то, что он или она работает на президента. Трампа образцовым политиком не считает. Сравнивает главу Белого дома с Цицероном и грустит, что древнеримскому деятелю 45-й президент США проигрывает по всем статьям. Ни знаний, ни мудрости, ни добродетели. Никто на самом деле не знает, правдивы ли эти цитаты и обвинения, потому что мы не знаем, кто автор. В книге звучит предположение о том, что Трамп психически неуравновешен. В Белом доме называют анонимного автора трусом, а книгу полной ложью. И все же она очень хорошо продается. Гонорар автор собирается передать на благотворительность в фонды некоммерческих организаций. Полумиллионный тираж книги анонимного автора. Это так в духе современной Америки, где в новостях сплошь и рядом ссылки на анонимные, разумеется, хорошо информированные источники. Дошло до того, что и импичмент затевают по жалобе анонима. Хотя бы нашлись люди, которые не через третьи руки, а своими ушами слышали разговор Трампа с Зеленским. Правда, расслышали, похоже, не все. Помощница вице-президента в своих показаниях Владимира Зеленского почему-то называет Олегом. Я уведомила Совет национальной безопасности о том, что вице-президент не будет присутствовать, чтобы они смогли определить главу делегации США на инаугурации президента Олега Зеленского. Рядом с ней сын украинских эмигрантов Александр Видман. Он работает у советника по нацбезопасности, действующий офицер армии США. Грудь в орденах, но голос дрожит, и руки трясутся. Вы понимали, что украинцы знали, что им надо заняться расследованием, которое хотел Трамп, чтобы получить встречу в Белом доме? На тот момент это, возможно, не было понятно. Конечно, посол Сондлан призывал к этим встречам. Это пошло из разговоров с главой администрации Малвейни. Но связь с президентом Трампом тогда еще не была известна. Какова была ваша реакция на второй звонок? Председатель, без промедления я доложил о нем вышестоящим лицам. Я был очень озабочен этим звонком. Так озабочен, что не помнит, чем, и тянется за подсказкой. Слушания обещают быть многочасовыми. Потом сделают перерыв, и после обеда на Капитолийский хоум придет очередная группа свидетелей. В том числе Курт Уолкер, бывший спецпредставитель США по Украине. Кстати, Трамп тоже не против появиться в Конгрессе. К допросу готов, написал президент в Твиттере. Правда, если обратиться к книге, которая сегодня вышла в продажу, развязка у затеянного импичмента может быть лихой. Автор, неплохо знающий Трампа, утверждает, президент не поддастся и так просто в отставку не уйдет.